Добро пожаловать на мой канал! Спасибо и приятного просмотра! Ну, мне нравится, ахуль. Я помню, как я посмотрел Интерстеллар в первый раз, знаете? Я сгорел, я кричал, блядь, да я плакал, я бил кулаками, сука, стену, но все тщетно. Меня поимели, да. Кристофер, сука, Нолан, он меня выебал. Понимаете, развязка сюжета фильма... Мне кажется, с этим надо идти не видео снимать, а обращаться в мету сообщества. Интерстеллар хуже плевка в лицо, хуже плевка в рот, хуже, чем если пописать в рот. Кристофер, сука, Нолан, два с половиной часа, да, медленно мне отсасывал. Честно говоря, ну, ему, наверное, виднее, но я не пробовал. Признаюсь честно, что такое, когда тебе суд в рот, но автор, видимо, имеет, так сказать, многогранный опыт. Мы с ним, конечно, спорить не будем. Это же икс-люды на дотер. Окей, хорошо. Я не буду проверять, поверю опытным людям в чатике. Когда я уже расслабился, вот так вот, глаза... Некоторые фильмы Нолана нравятся, некоторые нет. Дюнкер, Довод, Начало, просто отвратительные фильмы. Мне тоже Дюнкер не понравился, Начало. Ну, наверное, из этого всего мне Довод как-то больше понравился, хотя там тоже есть проблемы. У него лучше всего престиж, и в целом Оппингеймер хорошо. Закатил, знаете, что он сделал? Он вогнал свой мерзкий хер мне в зап. Ты подлый, блять, в конце... Почему так много секс-тем? Почему, как бы, он говорит о том, как он хотел бы сношаться с Ноланом? Что это такое? Что это? Я лично не хотел бы иметь секс с режиссерами в целом. Никогда об этом, как бы, не фантазировал. Ловкой конченной. Друзья и знакомые ловко парировали мои высказывания о том, что фильм говно. Как? Ну, концовка, может, не так уж и важна. Я получу много удовольствия в процессе. Отсыпленные дети. Это, знаете, это как заказать в ресторане салат, съесть его на 90%, на последнюю ложку увидеть дерьмо. Все равно его, блядь, сожрать, вытереть салфеткой разводы от кала вокруг рта. И сказать, ну, блядь, ну, в принципе, неплохо. Несите счет, все до последней ложки с говном было неплохо. Ну, третий акт надо всегда... Как бы, есть всегда проблема третьего акта в фильмах, что концовку люди, режиссеры, авторы не могут дотянуть, поэтому вы не попали в кинобизнес, да? Нет, я тебе даже больше скажу. Каждая ложка, каждая ложка этого фильма содержит говно. Да, прошу прощения, я сегодня мега токсик, надо расслабиться, вытащить. Фильм не так уж и плох, но... Ты можешь, тебе задание какое-то... Он явно переоценен, он вообще... Фильм оверрейтед. Запредельно перехвален. На самом деле, именно этот факт самой переоценки этого фильма, ведь его оценка, ну, блядь, по мне так 6 максимум. Меня и бесит. Я не понимаю, почему кому-то, как есть дело, да, оверрейтед. Маргинал тоже говорит то, что, типа, самые отвратительные это переоцененные фильмы. Я вообще все равно, кто как оценивает. Как бы, я фильмы для себя смотрю, мне надо собрать на других оценку, чтобы там не говорили. То есть, у меня есть, как бы, две вещи. Это, конечно, логические выкладки, когда мы видим, что какие-то хорошие фильмы унаследовали какие-то элементы из каких-то плохих фильмов. Ну, это как вот с Годаром. Сегодня в начале стрима как раз про это говорили. Типа, это просто ты, как бы, ну, умом просто осознаешь, что вот эти вот элементы перекочевались сюда. Здесь они, как бы, смотрятся плохо. Там их вот человек переосмыслил и собрал хорошо. И это, как бы, ну, вот этот генезис наследования. И все. И второе, это свое ощущение. Ты смотришь фильм, тебе хорошо и замечательно. Дальше уже, как бы, первый просмотр всегда просмотр сердца. А второй уже просмотр, это, по сути, первый настоящий просмотр. А вот, вот если тебе, как бы, сердце отликнуло, значит, надо дальше копать, смотреть, почему это работает, как это работает. Поэтому я и буду хуйсосить сегодня Интерстеллар. Какие вопросы, офисер? Все слышали о Черной Пятнице с огромными скидками. Это же самый лучший день для покупок. Но один чел явно о ней не знает. Это мистер Габа. Ну, твою ж мать. Ну, дай ты на шмот в Доте. Скидочку хоть раз в году, хоть на денек, хоть на часок. Но этого не будет никогда. Ну, не печалься, бро. Сейчас бы скидку на шмот в Доте. Черные скидки на Дота 2 скины есть. На тесте дроп. Сундук Блэк Фрайды уже доступны. Супер скидки. Несколько открытий вместо одного и самый сладкий дроп. Переходи по ссылке. Я не очень понимаю, если у самого типа Габена нету скидок на вещи, как вот это все продается им? Как это закидывается? Что это за черные схемы? Это похоже... Вот эти магазины похожи на какую-то гигантскую схему обналичивания, отмыва денег. В описании используй мой промокод, который ты видишь сейчас на экране, и получи 15... А, нет, это, наверное, и есть, да? С процентов на баланс и халявных суммах подарок. Тесте дроп. Успей купиться по-черному. Фильм «Интерстеллар» вышел в 2014 году. Имеет оценку 8,5 и находится на 18-м месте в топе 250 фильмов по версии «Кинопоиска». По моей версии, блядь, он даже в тысячу не войдет. На момент проката режиссер Кристофер Гнида Нолан и его маркетологи, сидящие непосредственно на цепях, раскаленных в тюрьме, провели невероятную пиар-компанию фильма «Интерстеллар». Его называют одним из самых реалистичных научно-фантастических фильмов. Благодаря отличным спецэффектам... Я просто не играл в доту, я не очень представляю, как это работает. Я думаю, это просто там есть внутри игровой магазин, который ты за валюту покупаешь. Видимо, там валюта фармится, их можно передавать. То есть, я не знал, что можно вещи передавать. Какие кэшбэк-сервисы, эти бабки там от кардадеров с кардиных американских карт? Не теория заговора. Не, ну я понимаю, что все это так или иначе с кардиных американских карт? Ну, какое количество этих кардиных карт получается? На выходных он заработал в США 50 миллионов долларов. Если бы я сделал этот обзор в 2014 году, я бы сказал тонну дизов еще до того, как вякнул, что фильм не заслуживает своих оценок. Фильм позиционировался как научная фантастика для интеллектуалов. На ютуб стали лезть рекомендации в духе... Кстати, там нет ничего интеллектуального, я не понимаю отзыва мастурбации на Ноуна, как на создателя контента для технарей. Мне кажется, если посмотреть обзор технарей на это все, то это никакой критики не выдерживает. И от реальных там черных дыр теории это очень далеко. Просто по какому-то фанфику созданное как бы фильм. Ты крутая физика Интерстеллара, вау! Киносовет Галактики признал Интерстеллар самой научно-достоверной картиной мира, даже достоверней, чем реальный мир. И присудил Нолану отлитый золото с тропом. Сам фильм был номинирован на десяток наград, но получил их только за музыку. Но здесь... Господи, почему так много шуток про еблю в жопу? Это какая-то национальная традиция? В честь Зиммеру, спасибо. Скорее для тупых айтишников. Не надо оскорблять айтишников в нашем чате. Я и сам своего рода айтишник. Нам не нужны ни чип-виверсы. Никакие чип-виверсы. У нас только самые дорогие в чате сидят. Дорогие мои. Грады за спецэффекты. Только вот за какие спецэффекты я так и не понял. Замазали веревочки отлетающих космонавтов на хромакее. Но как так вышло, что фильм говно, а... Не, ну, наверное, спецэффекты там все-таки присутствуют какого-то рода. Сценка оверрейтед. Как мы обманулись и не заметили этого сами. Ничего страшного, все имеют право на ошибку. Даже такой сука урод, как ты. Итак, что же есть Интерстеллар на самом... Я не урод вообще-то. Мама говорит, что я красивый. Я дели. Дырявый сюжет. Посредственные, местами нелепо уморительные сюжетные ходы. Это антинаучный фильм. Я сам, ну, я сам, ну, я сам на своего рода айтишник, так что понимаю, о чем говорю, понятно. Были научные на уровне «Звездных войн». Поведение персонажей неестественно. 80% фраз, клишированный скам и пытается казаться чем-то больше, чем является на самом деле. Как и я. Убогая развязка, перекрывающая все положительные эмоции, накопленные на протяжении фильма. В виде волшебного книжного шкафа с магическими струнами пространств, созданными пятимерами. Блин, это вот непонятная фигня с этим шкафом. ...человечками, чтобы при помощи силы любви остановить гибель человечества и революционировать в новые измерения. Лол. Лол. Это просто лол. Это написано дебилом. Ничем не оправданная длительность в 3 часа, при сценарии на 3 страницы. Мешанина из десятка тем и идей, ни одна из которых не раскрыта в полной мере. О, вы рейтед. Не место в топ-250. Моя оценка 6, и это максимум. А из плюсов очень качественный пердеж зиммера в уши, прям до мурашек. Местами игра актеров крайне убедительна. И под шишками можно ощутить масштаб вселенной. Монстер килл. Удивительно, как сюжет трехчасового фильма... В шкафу на самом деле сидит Фиу Леотардо. Хочу копию версию, сделанную нейросетью, где в шкафу сидит Фиу Леотардо и смотрит, соответственно, на гея нашего, как он заходит. Вот это боба супер. Можно изложить в паре минут. Складывается впечатление, что Нолан написал интерстеллар на огрызке туалетной бумаги, пока давил букашку. На земле начинается невнятный катаклизм, природу и причины которого нам не раскроют вплоть до окончания... Сейчас будет пересказать сюжет. Культуры по типу зерновых перестают расти, природа умирает. Осталась только кукуруза, которая тоже постепенно умирает. Пшеница погибла, заболела чем-то и нам пришлось сжечь ее. Что же делает умное человечество? Переобывает работяг фермеров, чтобы те выращивали кукурузу. Ты мне сейчас скажешь... Ром, ну ты уж извиняю, почему все стали фермерами, если уже почти ничего не растет? Может быть, просто пришел Хрущев к власти и решил, типа, теперь с ним кукурузу. Блин, лучше бы это было про Хрущева фильм на самом деле. Чтобы активнее выращивать обреченный на смерть урожай? Это к Нолану вопрос, я сам не выкупаю. Короче, потом дочка главного героя, Купа, такая говорит... Батя, зацени, тут пыль летает, это призрак. А вдруг призрак пытается общаться? Азбукой Морзе. А батя такой схватил ручку, блядь, с тетрадкой, и давай высчитывать каждую пылинку. И знаете, его так озаряет, и он такой... Это координаты. Это не азбука Морзе, это бинарный код. Координаты. Это, это, по пылинкам, блядь, призрака, я вычитал, что это координаты. Сука, урон, блядь. Затем они приезжают с дочкой на координаты. Ну, как бы, это условность к этому странно... На это... На это агриться, типа, что есть какой-то смысл в этом послании, что оно может быть расшифровано. А там супер засекреченная военная база. Кстати, которая удачно расположилась в паре часов езды от их дома. Прям на машине можно доехать. Здравствуй, Купер. Профессор Брент. Это самый засекреченный объект в мире. Тоже странная придирка. А если бы он на самолете летел, тогда нормально. Какая разница? Супер военной базе готовят полет в кротовую нору для поиска новых миров. В кротовую нору, по мнению ученых, открыли загадочные они. Кстати, Альфред из Темного Рыцаря руководит процессом. По счастливой случайности он, кстати, знает главного героя. Главный герой знает Альфреда. Вот так совпадение. Совпадение на совпадение. А раз уж тут все равно... Это просто актеры, которые были у Ноана. И часто режиссеры используют одни и тех же актеров. Это норма. Тоже странная претензия. Скочил старая сука Альфред, предлагает Куперу полететь в космос и спасти мир. Почему? Потому что Купер был в прошлом летчиком. Кстати, который... Что за неуважение к сэру? ...ни разу не летал в жизни выше стратосферы. Хорошая кандидатура. Он еще фермер ебучий. Купер соглашается, команда отправляется в кротовую нору. Все начинает дребезжать и пердеть. Пространство гнется, как пенисы. Первая планета, на которую они садятся, обладает примечательным свойством. Каждый час на ней равен 7 годам на Земле. Прямо как каждая минута этого нудного ролика. Время тормозит якобы из-за массы черной дыры рядом. Кстати, Куп узнает о подобных деталях только в процессе самой миссии. Возможно, именно поэтому колхозник не лучшая кандидатура на место космонавта. Он там скандалит еще постоянно. Вся команда какая-то истериков. Команда летит на эту планету, бесцельно теряет 24 года жизни на Земле и одного члена команды. Куп читает личку за 4 года и рыдает. Крайне эмоциональная сцена, плакал вместе с ним. Теперь команда летит на вторую планету. На второй планете Токол. Ну, так это вроде вначале не объявили. Отношу, замерзают облака. Но зато там есть корабль другой экспедиции, где находится возлюбленный дочки Альфреда. Это, кстати, Джейсон Борн. Борн поехал катушкой, пытается убить Купа, но по итогу только взрывает половину корабля и себя. На протяжении всего этого фильма, чтобы спасти людей, они решают какое-то уравнение. Про него ничего не говорится. Уравнение антижизни. Но дед Альфред разгадал половину уравнения. Вторая половина уравнения почему-то находится в самой черной дыре. Ну и поэтому Купер вместе с роботом прыгает в черную дыру. Я убежден, что идея, как это реализовать, родилась у Нолана в процессе употребления ДМТ. И не какого-то другого наркотика. Осуждаем все наркотики. Хочу. Именно ДМТ. Я совмещу три припора ДМТ и кадры из фильма. Вы поймете, ну, блядь, просто буквально слизано. Опыт приема ДМТ. И в первую очередь происходит вот что. Появляется ощущение, что из комнаты выкачали весь воздух. Повышается острота визуального восприятия. Находящиеся далеко вещи словно становятся ближе и отчетливее. Это после одной затяжки. После второй затяжки, и видишь узор, он формируется и стабилизируется. И примерно где-то здесь находится порог, который вы должны переступить. Вот бог, вот порог. Когда вы это сделаете, эта мембрана, вертушка расходится в стороны, пропуская тебя. И там еще звук, словно шелест пластикового пакета, или потрескивание пламени. Не очень похоже. Затем появляется ощущение некого перехода. И ты на этот момент погрузился на 20 секунд глубже в это переживание. Ощущение некого перехода, словно ты отбрасываешь от себя лишнее. Хотя ты пролетаешь сквозь целую серию туннелей или помещений, словно направляемые неким подобием мышцы, толкающей тебя в спину. Я обратил внимание, что этот туннель, что его стены и потолок постоянно текут и движутся навстречу друг другу. И там, где они соприкасаются, они начинают убегать в разные стороны с таким звуком. И ты оказываешься в новом пространстве, а затем в следующем. А затем ты там. Господи Иисусе, твою мать! Что это значит? Что это такое? Почти все принимавшие DMT утверждают, что под действием этого наркотика общались с людьми именно из других измерений. Вы реально думаете, что это совпадение? Вся эта ахинея не укладывается в сюжет фильма, но прекрасно описывает трип-репорт от DMT. Лолан, ты шо, мудак? Извините, просто на духу не переношу наркоманов. Куб оказывается в какой-то комнате из сотни комнат. Это проекция пятимерного куба в трехмерном пространстве. И отсюда стартует полная хуета. Фильм из чего-то более-менее осмотребельного превращается в сказочную дресню Санта-Клауса, уничтожая все... Ты тоже понимаешь, что это все как бы легитный физический опыт пребывания в шкафу. Пятно накопленное ощущение от фильма бессмысленной концовкой. Это пощечина от обдолбанного DMT Кристофера Нолана. И тут Купер замечает, что одна из стен, да, это книжная полка. Книжная полка с книжками на ней. Книжку открываешь, страницы листаешь, читаешь. Ну ты понял, книжные шкафы, говно. Непонятно, что они делают в черных дырах. Странно. Там он летает, как цирковой клоун, подвешенный под куполом от одной книжной полки к другой, перемещаясь при этом во времени и пространстве, чтобы при помощи... Да, но его критика обоснована, но манера подачи отвратительная. Алдунских струн запрограммировать свои часы в трехмерном измерении. При помощи чего? При помощи таких сил, как гравитация. И что, блядь, невероятно смешно? Силы любви. Он передает вторую часть уравнения своей дочери при помощи гравитации и силы любви. Там так и сказано в фильме. Я найду способ сообщить Мёрфу. Каким образом? Любовь, Тарас, любовь. И моя привязанность к Мёрфу, она осязаема. Купер летает, его снова осеняет, и он такой, это не они, это мы. Это мы, которые эволюционировали до жизни в пяти измерениях. Ну и ахинея. Ну вот это какое-то, что кто-то с будущим общается, в общем-то, будто и в доводе. Это не существо, это мы. Его телепортируют во времени и пространстве куда-то под Сатурн. Купера подбирают, и он встречается со своей старой дочкой, которая умирает, конец. Зачем было делать фильм с упором на околонаучный сюжет, если его финал сказочный, как разноцветный пони? Я не понимаю. Я тот еще дебил, но я все равно не понимаю. Интересна больше семейная драма об отце и дочери, чем научная фантастика. Не знаю, типа, тоже она такая, какая-то просто сделанная. Потому что ты переживаешь своих детей. Это реально лучший из вариантов? Представьте, что в финале фильма «Вселенная Стивена Хокинга» прилетает Иисус на желейном пегасе и излечивает Хокинга от паралича. Вы бы справедливо заметили, что за наркоман выродила эту мерзость. Уверен кто-то на уровне Кристофера Нолана. Помимо того, что сюжет не фонтан, в нем... Например, как выжил черный космонавт. Он 23 года ждал, пока куб с телкой и роботом прилетят. Он должен был находиться в искусственном сне, но решил, что не хочет умирать в ожиданиях. Поэтому не спал. А что он жрал 23 года на этой крохотной базе? Никто не рассчитывал, что он будет бодрствовать. Он что, ел еду других членов команды? Он жрал хавчик своих тиммейтов? Вы представляете, они прилетают, а он хавало свой, он убивает их дошиками. Или он научился выращивать еду в космосе? Тогда почему он не вырастил ее на Земле? Потому что там пыль? И что за пыль волшебно убивающая растения? Почему люди просто не стали выращивать... Ну, это все, как он оспаривает какие-то киноусловности, которые есть. То есть это тоже не тот момент, в котором надо придираться. Проблема Интерстеллара одна, что это бессмысленный невнятный кал. А все, к чем он придирается, это какие-то там условности. Ну, вот, типа, хочет автор сценария вести такой вот пыль. Значит, она есть. Не нужно не говорить, что это попытка какую-то реальную историю рассказать. История с дочерью, ну, как по мне, эмоционально достаточно не очень. Не очень хорош, чтобы их жрать. Но главный провал Интерстеллар, вы не поверите, это, блядь, его научная сторона. На самом деле Интерстеллар это попкорновое кинцо для широких масс. Если оно вам кажется научным или, не дай бог, интеллектуальным, наверное, вы дурак, ебаный, с дыркой в попе. Не, ну, это, типа, все по факту. Сюжет у Куб отправляет сам себе послание, координаты военной базы, для того, чтобы в финале оказаться в пятимерном пространстве и передать данные из черной дыры. Это спасет человечество. Вопрос, как он мог отправить послание в первый раз? Он бы никогда не нашел этой секретной базы, если бы не улетел. А как бы он мог улететь, если бы он не знал про существование этой базы? Люди бы не смогли развиться до пятимерного пространства и открыть кротовую нору, чтобы спасти себя, если бы Куб не нашел военную базу. А если Куб не найдет военную базу... В этом, в самом-то, вид критики фильма на уровне красного циника или культ просвета, который считает фильм плохим, потому что там не показаны производственные отношения. Ну да, так это не критика. Вообще, сверение и попытка, так сказать, спроецировать все, что происходит в произведении на реальность, она изначально не уменьшается успехом. И если он нам покажет просто реальность, это будет очень скучно. Фильм все-таки должен как-то развлекать, извлекать внимание, манипулировать своим вниманием. Вот. Ну вот эти все логические игры Нолана, типа что там параллельно несколько видов вещей происходит, они как-то совмещаются, они действительно выглядят дешевенько и глупо, как по мне. Фильм плохой, потому что нет, это ссылок на Доту. Вантервард, приветствую, рад вас видеть. Смотрел обзор «Один дома» от Культ Просвета. По-моему, на стриме мы и не смотрели, но я сам как бы запускал уже там они в плохом, так сказать, в неплохом, а в, короче, в богатом доме живут. Вторую половину уравнения и умрет. А если оно смогло выжить без второй половины уравнения, из черной дыры, нахрена тогда снят фильм «Интерстеллар», блядь? Единственным логичным объяснением может служить только то, что суперчеловечки из будущего — это не мы, а просто рандомно, пятимерно. Мы много других видосиков Культ Просвета смотрели, Культ Просвета вообще кладезь. Мне нравится его подача, тоже философия по советским плакатам. Это просто чудо. Это цивилизация, которая беспричинно решила нам помочь. Но в фильме есть с десяток моментов, исходя из которых нам предстоит сделать вывод стопроцентный, что люди из будущего — это мы сами. Нахера ты оставил тут эту невнятную мешанину из дерьма Нолан? Проще говоря, Нолан сделал так. Расскажу, как мне хочется, а если что-то не сойдется, похуй, люди сами выдумают свое логичное объяснение. Далее из очевидных... Он просто типа поиграл в игры Миядзаки и такой, блин, ну в Солс уже работает, может быть, в фильме сработает. Как бы, последний на серьезке в конце там говорит, что все на новую Код Капитала Марса читали. Из очевидных косяков со стороны физики можно отметить существование планет возле черной дыры. Разве они не упадут в нее? Я не физик, но вроде они упадут в нее. Далее, вот помните расчеты волшебной формулы, которая может спасти человечество? Или заказывайте, можно эту классику просто уже в бронзе отлитую пересмотреть. С трудом умещалась на нескольких досках. Вот вы сейчас видите в фильме прям. Вторую половину расчетов Купер собирается передать своей дочке непосредственно из черной дыры. Представьте, что у вас мозг грязного фермера-инженера. И теперь вам надо передать подобное уравнение через азбуку, блядь, морз. Вот она, она у вас сейчас перед глазами. В азбуке морза даже нету подобных символов. Я не физик, но это звучит супер тупо. Через 10 лет дети... Ну, это не проблема. То есть ты можешь символ обозначить, то есть ты можешь записать формулу в виде текста, типа 1, плюс, п, лю, с, 3. То есть в чем проблема? С помощью букв, слов можно назвать что угодно, потому что мы, так или иначе, любой символ в формуле имеет некоторое обозначение. Там интеграл, скобочка, прочее. В чем, как бы... Нет? Мозгов не хватает, чтобы предположить... Я, как бы... Это не проблема фильма, но я могу даже вообразить, как это можно сделать. Вот. Ну, сотни методов, но, как бы, это тоже странная придирка к фильму. Вообще несостоятельная. То есть можно просто записать формулу просто текстом, без использования знаков. Типа, тут просто угорать с нелепости происходящего. На самом деле есть огромная статья с расчетами, в которой разобраны все нестыковки Интерстеллар с реальностью. Я лишь назвал... Можно написать просто лямбы, да. По-русски или по-английски. Очевидные косяки, которые могут заметить такие дотстеры, как ты и я. Фильм такой же научный, как и высказан. Да и заметили. В одном метре пять литров воды. Законы физики полностью переписаны под фильм. Но мы тут не ученые, на пене сверченные. Ну, в целом, фильм должен соответствовать законам физики и физики. Так уж, если уж по гамбургскому счету говорить. То есть это другой мир, про который нам рассказывается. И он, наверное, не про законы физики в целом. Если ты хочешь, что-то про законы физики, есть документальные фильмы образовательные про физику. Я думаю, там это отлично показано и рассказано. Плевать на научность фильма, если он сам себя не позиционирует таковым. О чем... Я бы решил ваши не нацелу проблемы. Мне нужно два ляма, чтобы закрыть все свои долги. Здесь, сейчас одним траншем. А потом посмотрим. Потом, потом, потом надо будет ипотеку брать, чтобы избавиться от этой кабалы, поплатить аренду каждый день. Фильм «Интерстеллар». Я не понимаю, о науке, о страхе смерти, о катастрофе, о внеземных формах жизни. Там, возможно, темы отцов и детей. Хуй разберешь. Ни одна из тем не раскрыта. Налеплено всего понемногу, весьма небрежно. Скорее, даже свалено в кучу. Но Нолан применяет старинный жидобий прием. Он заглушает... Осуждаем такое слово. ...громким пердежом Зиммера все выкрики в сторону его упущений. Основа кино — это сценарий, а не звуки. Это как если бы он начал критиковать исторические фильмы, исторические несоответствия. Спойлер. Не существует исторических фильмов. Исторический фильм — это «Оксюмарон», рекламный пердный ход. Ну, как бы, существуют фильмы в какую-то историческую эпоху про какие-то события. Но в любом случае жизнь, она как бы не дотягивает... Проблемы от жизни в том, что она не дотягивает до хорошего сценария. Жизнь, она всегда с какой-то нелепой драматургией. И для того, чтобы что-то подсветить, какие-то темы подсветить, чтобы из этого собралась драматическое произведение, мы как бы берем и выкручиваем какие-то вещи в угоду образности, в угоду какой-то знаковой модели. И, соответственно, даже если брать... Отойти от фильмов и брать того же Шекспира, я вспоминаю, что там Ричард Третий, он соответствовал оригинальному Ричарду Третьему, наверное, больше соткан из мифов о нем. Или визуальные галлюцинации в Аймакс. Меня не проведешь. Еще персонажи себя ведут порой как дауны. Дочка обижается на отца 30 лет за то, что тот полетел спасать ее и всех людей на земле. Она за 30 лет не поумнела? Пап, я просто хочу знать. Ты оставил меня здесь умирать. Как же такая дебилка решила сложнейшее уравнение в мире? Итак, хочу подвести итог. Это понятно. Но поэтому есть художественные фильмы, есть документальные фильмы. Вот документальные, наверное, и то. Тоже с некоторым ограничением показывают какую-то реальность. Конечно, не против. Если против, един. Интерстеллар это переоцененная кинолента с трехчасовым хронометражом. Ничем не оправданным, непонятно зачем так растянута. Местами бля нудно. И при всей своей трехстраничности, да, он наполнен кучей сюжетных дыр. Является чистой воды фантастикой. Вероятно написанной под действием сильных психостимулянтов. Типа DMT. Физика в фильме отображена абсолютно неверно. Концовка, блядь, с блёв отвратительной. Мне прям горит. Я не знаю почему, я даже не понимаю, почему никак концовка фильма не взрывала. Я реально чувствую... Ну, жизнь людей ведут себя не очень логично. Я по себе могу сказать. Я тоже иногда какую-то фигню творю. Это нормально, это жизнь. Потому что меня как будто вот поймели, затроллили. Обидно. И да, Interstellar мог бы справедливо претендовать на оценку где-то в 6 баллов, но не более, вы чё, шутите? Пройдёт лет 8, графен уйдёт, Зиммер уже не будет таким пиздатым. Вы посмотрите на этот фильм и скажете, боже, какое говно, какое говно, ни о чём фильм, просто говнища. Единственная причина, почему Interstellar вообще наплавует, это потому что конкуренции с фильмами темы космоса нет. Там всего фильма 3 вышло за последние лет 8 про космос. И честно говоря, фильм бы мог оказаться не таким разочарованием, если... Да всякие Прометеи вышли, которые шикарные, как по мне, и интересные. И тоже интересные, типа, какой-то мыслительный ряд добавляют в вашу гравитацию. Там на самом деле не так уж мало фильмов про космос. Бы не его концовка, серьёзно. Если бы они сделали её какой-нибудь другой, можно было бы не так... Ты пичка, что ли, а сколько там дыр, как-нибудь, ну извернули бы... Я думаю, это просто украинское происхождение, так сказать, вскрывается. Это интересно хотя бы, но концовка оказалась хуже. То есть эти шутки про еблю, про говно, такие деревенские, селюческие, ну как бы они подчёркивают, так сказать, происхождение человека. Чем всё, что было до этого. Всем выросли Ну да, на курту смотрится достаточно масштабно, грандиозно, вроде бы, госмос, зиммер, там, присоединение, всё, но мы же не наркоманы в конце-то концов, правильно? Такой вот он Интерстелла. Короче, с вами был я, Азазин Крив, мне через неделю военкомат, всего доброго. Интересно, он ещё живой? Так.